Здравствуйте! Благодаря социально ориентированной политике нашего государства, многие семьи смогли улучшить свои жилищные условия за счет льготных кредитов, предоставляемых на строительство жилья. Несомненно, собственная квартира – это событие, радостное и значимое для любой семьи. Однако, в случае расторжения брака перед супругами остро встают вопросы, как разделить квартиру, построенную с привлечением льготного кредита, что происходит с остатком задолженности и на ком из супругов лежит обязанность по ее погашению. Именно эти вопросы я предлагаю вам обсудить в сегодняшней передаче. Напомню, что в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, признается их общей совместной собственностью, вне зависимости от того, за чьи средства, либо на чье имя оно было приобретено. При расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, если иное не определено брачным договором. До предъявления искового заявления о разделе квартиры в суд нужно получить заключение об оценочной стоимости жилого помещения. Данное заключение необходимо для того, чтобы определить размер государственной пошлины. Государственная пошлина рассчитывается в размере 5% от цены иска. Цена иска зависит от той доли в праве собственности на жилое помещение, на которое вы претендуете, потому что разделить квартиру в соответствии с идеальными долями супругов, как правило, невозможно. При наличии определенных обстоятельств, связанных с материальным положением истца и подтвержденных документально, суд вправе полностью или частично освободить истца по его письменному заявлению от уплаты государственной пошлины. При разделе совместно нажитого имущества суд в определенных случаях вправе отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей, а также заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует, в частности, понимать случай, когда супруг не получал доходы без уважительных причин, а также расходовал общее имущество семьи, ущерб ее интересам. Та сторона, за которой будет признана большая доля в праве собственности на жилое помещение, должна быть готова к тому, что платить по кредиту ей придется больше, а коммунальные платежи будут выше в соответствии с размером ее доли. При разделе имущества судом также учитываются общие долги супругов и правотребования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Кредит, предоставленный одному из супругов на строительство жилья, относится к обязательствам, возникшим в интересах семьи и признается общим долгом супруга. Следовательно, остаток задолженности по кредиту будет делиться между супругами пропорционально доле в праве собственности на жилое помещение. При этом, если до рассмотрения судом спора у разделе жилого помещения супруг кредитополучатель досрочно погасит остаток кредита, он вправе взыскать с бывшего супруга часть досрочно уплаченной им задолженности по кредиту. Возьмем конкретный случай судебной практики. После расторжения брака супруг, на чье имя был оформлен кредит на строительство жилья, полностью досрочно погасил остаток задолженности по кредиту, после чего обратился в суд с исковым заявлением о взыскании части досрочно погашенной задолженности с бывшей жены. Ответчик исковые требования признала частично, указав на то, что в соответствии с кредитным договором срок погашения кредита наступит через 10 лет, а своего согласия на досрочное погашение кредита она не давала. Исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме, в связи с тем, что кредит, выданный на строительство жилья, был признан общим долгом супруга. При этом исту кредитополучателю было предоставлено право досрочного погашения кредита в соответствии с условиями договора, а согласие ответчика на это не требовалось. Таким образом, при разделе квартиры, построенной с привлечением кредитных средств, обязанность по погашению задолженности по кредиту возлагается на обоих супругов. В случае, если бывший супруг не погашает в добровольном порядке свою часть задолженности, бывшему супругу кредитополучателю необходимо погашать задолженность по кредиту в полном объеме во избежание начисления пени. В дальнейшем уплаченные за бывшего супруга денежные средства взыскивать в судебном порядке, либо опять же в судебном порядке требовать увеличения доли в праве собственности на жилое помещение. Отдельно хотелось бы обратиться к родственникам супругов, родителям, тетям, дядям, бабушкам, дедушкам. Если у вас есть желание и возможность помочь своим близким с погашением кредита крупной суммы денег, обратитесь в нотариальную контору для заключения договора дарения с указанием цели дарения. Возможно, впоследствии это поможет избежать споров при разделе жилого помещения и сбережет супругам нервы, время и деньги. В следующей передаче мы поговорим о том, как можно разделить совместно нажитое имущество без обращения в суд. Знайте свои права и берегите друг друга! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова